Не так давно жители некоторых многоэтажей города получили счета с доначислениями за тепло с 2011 года. Сумма задолженности колеблется от 900 рублей до 11 тысяч в зависимости от квадратуры. Горожане решили, что это задолженность за общедомовые нужды и обратились в жилищную инспекцию. Последняя начала проверку. Сегодня прояснить ситуацию решили сами энергетики. Как оказалось, речь идет вовсе не об ОДН. Начисления мы произвели, как я уже сказал, только по 36 многоквартирным домам. Второе, это начисление не за общедомовые нужды, это начисление по показаниям приборов учета за отопление. Никаких общедомовых нужд в этих начислениях нет. В этом начислении ОДНа не было. То есть здесь произошло какое-то недопонимание. Мы начислили услугу отопления по прибору учета. Откуда взялось слово ОДН, нам непонятно. Откуда же взялись долги? По словам Юрия Дорфмана, расчеты верны и счета выставлены за реально потребленное тепло. Почему же платежки пришли только сейчас? И здесь, как оказалось, было много причин. Где-то управляющая компания передала неверные показатели, где-то данных не было вовсе. Поздно спохватились и в самой генерирующей компании. Здесь лично вмешался нынешний директор ТГК-14 Виктор Мясник. В итоге было решено начисление пересчитать, а старые долги простить. Первое, что мы сделаем по данным 36 домам. Мы пересчитаем это начисление, повторюсь, возьмем в учет только текущий период потребления по этим приборам учета, по этим домам. Учитывая сложную экономическую ситуацию и учитывая понимаемое нами волнение потребителей, ТГК-14 решила пойти на этот шаг и все финансовые, экономические проблемы, связанные с этим, компания берет на себя. Квитанции с правильными суммами обещают разослать до 31 марта. Всем остальным многоквартирным домам по УЛАНД подобные квитанции и вовсе не придут. ТГК будет производить начисление исключительно за текущий период потребления. То есть, по факту, за последний год. Алина Чертарова, Юрий Шибаганов. Первое. Альтернативное.